Будет вот такой вот размер 3 на 1,5 загонщика, они отдыхают, потом там метровые такие метр на метр кабинки и метр шириной дорожки, 12 метров длиной. И они там бегут до конца. И бегут они там достаточно быстро, все бега занимаются полчасика. А привозят их там накануне, а здесь, видите, получилось так, что их привезли рано, и они тусили здесь сколько могли, потом все-таки вырвались. Ну трудно же в лесу поймать, как это вы смогли. Трудно. Они такие мелкие, шустрые. А здесь они бежали просто вот так кучей. Да, они просто туда. Но на самом деле, то, как вот я бегала за ними сама, вначале в одного по лесу, они бегают очень быстро. И тут их парни только выпустили, а они за ними вообще так вот, ну просто достаточно похлопать. А когда эта бега проходит по дорожке, то они, естественно, бегут в нужном направлении. А тут? Здесь я, насколько видела, тоже они бежали очень быстро. То есть они добегали вот до краешка и все? Да, да. То есть кто первый прибежит? А как же их построить-то? Или их каждого в сеточку, а потом это открывалось, или как это делается? Нет, их просто поставили туда, держали, а потом отпустили, и они побежали. То есть надо шесть человек, чтобы их держать? Да, тут шесть человек было, да. А на фестивале у нас они бегут по три человека. Вот там два полуфинала, вначале три-три, а потом победитель выявляется из этих двух оставшихся победителей. И есть уже здесь какие-то фавориты, или как их называют? Ну да, вот этот вот розовенький, вот с синей штучкой, он победил. А имена у них есть какие-нибудь? Здесь нет, но вот я думаю, что на фестиваль мы хотели бы, чтобы были именно готовы даже конкурс какой-нибудь объявить. Потому что раз это поросята датской породы, мы смотрели, там такие очень смешные имена есть.